Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – миграция с Joomla 3-й версии до новой 4-й версии Joomla. Что такое миграция? Это глобальный такой переход со старой ветки Joomla на совершенно новую ветку Joomla. Сразу хочу сказать, это видео не может быть универсальным для всех случаев. У каждого разный сайт на Joomla 3. Если вы решили переехать на новую версию Joomla 4, вы должны быть готовы к тому, что могут быть проблемы. Но чем больше вы подготовитесь и совершите необходимые действия перед обновлением с Joomla 3 до Joomla 4, тем меньше проблем могут возникнуть. А могут и не возникнуть вообще. Почему я говорю, что это не универсальное видео? Потому что мы все используем разные шаблоны, разные расширения, возможно, самописное расширение, какой-то внедренный код с годами на нашем сайте, что-то еще. Чем больше сторонних расширений установлено, чем больше шаблонов установлено на нашем сайте, тем сложнее будет переехать. То есть все, что сторонне ставится на Joomla, нужно обновить до последней версии и узнать у разработчиков вот этих последних ваших расширений, которые вы используете, поддерживают ли они самую последнюю версию Joomla 4.02. На момент записи этого видео сейчас самая актуальная версия 4.02. Давайте начнем сначала. Полная резервная копия сайта для подстраховки, чтобы рабочий сайт, если вдруг что-то не получится, можно было вернуть. Потом я бы даже рекомендовал сделать полную резервную копию сайта и где-то на отдельном, возможно, тестовом поддомене или на локальном хостинге перенести ваше бэкап и поэкспериментировать с бэкапом вашего рабочего сайта. Попробовать там переехать. Если там проблем, ошибок нет, уже попробовать переехать уже вашего, так сказать, оригинальной копии сайта. Обновить все расширения сторонние, которые вы используете, и шаблон в том числе, или шаблоны сторонние до последней версии Joomla. Вообще рекомендуют удалить шаблон сторонний, если вы используете. И потом, когда вы мигрируете на Joomla 4, накатить ваш шаблон последней версии, совместимой с версией Joomla 4. Смотрите, первое, что мы делаем, расширение, обновление, проверка базы данных. Убедитесь, что на вашей версии нет проблем с базой данных. Если есть какие-то замечания, структуру таблиц базы данных в актуальном состоянии должно быть написано, то нажимаете вот здесь «Исправить». Следующая система «Общие настройки». На всякий случай, на вкладке «Сервер» сообщение об ошибках. Если у вас стоит по умолчанию или нет, включаем максимальный режим и сохраняемся. Это нужно, если вдруг возникнут какие-то проблемы и ошибки. Вот на самом деле, что делать вам? К вам нету обратиться некому, да? Если вдруг вы переедете, и у вас будут ошибки. Вот нужно включить этот максимальный режим, чтобы подсветили все ошибки. И вы сможете на официальном сайте Joomla прокрутить ниже. Вот тут видите, есть официал форум. Перейти, зарегистрироваться там. И на английском языке, через переводчик, если вы язык не знаете, вы на форуме оставите, скопируете ваши ошибки, вставите, объясните ситуацию. Я уверен, что бесплатно они вам здесь помогут. Движок бесплатный и техническая поддержка, конечно же, есть. Далее, если вы используете интернет-магазин, то есть его нельзя удалить, у вас там все настроено, и он обновлен, сам магазин обновлен до версии 4, да? Убедитесь, что корзина пуста. Почистите всю корзину, чтобы не было товара в корзине. Убедитесь, что в материалах, в корзине нету ничего. Если есть, почистите полностью корзину. То же самое нужно сделать с категориями. То же самое пункты меню. Перейти в main menu. Если здесь есть удаленное меню, в корзине именно, почистите корзину, чтобы нигде в корзинах ничего не осталось. Разработчики пишут, что это может вызвать проблемы и ошибки, если вы будете мигрировать на Joomla 4, и в корзинах что-то здесь как бы останется. В данном видео это чистая Joomla, не используется здесь сторонние расширения, не используются здесь сторонние шаблоны для чистоты эксперимента. Далее, если есть возможность шаблон удалить, то есть вот у меня есть родные шаблоны, их естественно мы оставляем. Кстати, Protostar будет удален в Joomla 4 автоматически, даже если стоит звездочка по умолчанию, ничего страшного. Шаблоны панели управления тоже остаются здесь, мы их не трогаем, то есть удаляем только сторонний шаблон. Если этот шаблон будет поддерживаться в Joomla 4, вы накатите этот шаблон уже на новую Joomla 4. Дальше, кто использовал com-content поиск? Он будет вырезан из Joomla 4. В Joomla 4 будет использоваться умный поиск, но разработчики говорят, что обычный поиск, если вы будете его использовать, то он будет как стороннее расширение поддерживаться разработчиками. То есть его можно будет отдельно даже в репозитории Joomla скачать. То есть в Joomla 4 будет только умный поиск. То есть здесь видите поиск, и есть и умный поиск. Вообще этот поиск обычный, он как бы устаревший, он им не нужен, я считаю. Умный поиск это всплывающие подсказки, это современный поиск, классный поиск, переходите на него. То есть с поиском мы ничего не делаем. Я просто вам даю эту информацию, то что говорят разработчики, что поиск будет как бы вырезан. Обычный вот этот com-content поиск, его здесь не будет. Что касается ссылок, устаревшая маршрутизация не будет доступна в Joomla 4, будет доступна только Modern. При выполнении миграции, если вы используете устаревшую маршрутизацию, система автоматически изменит их на современную маршрутизацию. То есть вот здесь вот, если это будет работать Redirect, но скорее всего так и будет, то проблем не будет. То есть если сайт ваш индексируется со старых URL, если вы использовали старые вот эти ID-шники, у нас в ссылках были, да. То есть смотрите, материалы, настройки, материалы и вот интеграция. Вот здесь вот видите маршрутизацию URL, то есть по умолчанию стоит устаревшая, значит в ссылке, если перейти там в материал, в пункты меню, то стояли ID-шники, да. То есть по сути они ни к чему не нужны. И только удлиняли ссылку и портили вид ссылки. А если современный маршрутизация будет ставить, удалить ID из URL, вот так вот. То в Joomla 4 уже по умолчанию говорится, что ссылки должны будут перенаправлены все вот на современную вот эту маршрутизацию уже без ID, как я понимаю. Будем надеяться, что с ссылками проблем не будет. На этом у нас подготовка закончена. Смотрите, переходим в панель управления. Я специально загрузил Joomla, у меня 3.9.27. Сначала, прежде чем обновиться до четвертой версии, убедитесь, что у вас Joomla обновилась до последней. Это 3.10. В данном случае 3.10.1. Там может быть 3.10.2 уже, если вы будете урок смотреть позднее. И так далее. Сейчас вот это вот обновление Joomla, так сказать, мост между Joomla 3 серии и 4 серии, обязательно нужно обновиться до этой версии, если вы это еще не сделали. То есть это обновление происходит как обычно. Вот вы видите 3.9.27 и 3.10.1. Нажимаем обновить здесь, то есть обновление должно пройти абсолютно как обычное обновление Joomla 3 серии. Итак, ваш сайт успешно обновлен до версии 3.10.1. Перехожу опять в систему панель управления. И смотрите, нам сайт говорит, что версия Joomla новая, самая новая. Больше обновлений нет. Как увидеть обновление до четвертой Joomla? То есть здесь, соответственно, вы видите шаблон Protostar. Здесь вы можете кликнуть прямо вот версия Joomla новая. Прямо сюда кликаем. Здесь нажимаем настройки. Здесь мы переключаем сервер обновлений по умолчанию на Joomla Next. Выбираем сохранить закрытие. И вот на этой странице тоже нужно посмотреть. Вот самое важное требуемое параметры PHP. Здесь кликнуть подробнее. У вас должно светиться все в положении да. То есть я нахожусь на хостинге. Если вы находитесь на хостинге, обязательно минимальная версия PHP для Joomla 4.7.25. И другие серверные параметры. Здесь все должно зеленым светиться в положении да. И если у вас что-то здесь будет светиться желтым или красным, то обратитесь в техническую поддержку вашего хостера. С тем параметром, который будет подсвечен как желтый, например. Вот вместо да будет желтым светиться. Скажите, что вам нужен этот параметр. Например, если это версия PHP низкая, то вы сами сможете ее в C-панель увеличить. Если у вас низкая версия. Если вы этого не знаете, так же техподдержка хостинга за вас это может сделать. Скрываю здесь. Видите, все подсвечивается зеленым вот в этой области. В моем случае здесь все хорошо. Дальше. Рекомендуемый. То есть вот он выключен. Видите. Отображение ошибок. Буферизация вывода. То есть здесь, если подсвечивается, это не критично. Обновление все равно произойдет. Если у вас тут какие-то моменты тоже не подсвечиваются. Как бы не страшно. Информация о совместимости недоступна. То есть у меня есть файл локализации, который нужно обновить. По идее, для Joomla 4. Здесь у вас будут подсвечиваться, скорее всего, сторонние расширения, которые будут показаны, совместимы они с Joomla 4 или нет. В данном случае, как я сказал, для чистоты эксперимента мы обновляем чистую Joomla. Именно процесс вообще показать, как это происходит. В принципе, мой сайт я готов уже обновиться. До Joomla 4.02. Смотрите, здесь есть вкладки. Переходим на вкладку Автоматическое обновление. И я обновляюсь с 3.10.1 до 4.02. То есть нажать на эту кнопку, все. Это будет обновление происходить. До четвертой версии. Нажимаем Обновить. Происходит обновление. Будет прямо смена дизайна полностью. И будет Joomla 4. Вот в данном случае все прошло гладко. Никаких проблем не возникло. Что вы видите, полностью поменялся дизайн на Joomla 4. Ваш сайт обязательно надо увидеть сообщение. Зеленое. Успешно облено до версии 4.02. И какие действия надо сделать. Во-первых, фронтальная часть сайта. Смотрите, обновляюсь. Показывается новый шаблон Joomla 4. Нету майн меню и логин форм. Авторизация на сайте. Потому что там просто надо зайти в модуль и выставить другие позиции. У этого шаблона название позиции модульные другие. Смотрите, если я кликну в панели управления, здесь будет не все на русском языке. И вот здесь у нас подсвечивается, что есть обновление. Давайте обновимся. Кликнем сюда. Вот здесь показано, что есть обновление локализации. Выбираем и обновить. Чтобы все было на русском. И заодно вот этот поиск, который я говорил. Search Extensions Package. Тоже можно обновить. Все, обновлений больше нет. Теперь у нас все на русском. И смотрите, что надо сделать. Третья система. Убедиться. Проверка базы данных, чтобы стояла зеленая галочка. Кликаем в базу данных. Структура. Таблица базы данных в актуальном состоянии. Вот у вас должно быть то же самое. Если нет, вот у вас будет кнопка исправить. Выберите и исправить нажмете. Обязательно надо сделать, если вдруг какие-то здесь есть проблемы. Далее, так как ошибок никаких нет. Нет, режим, система, общие настройки, сервер. То, что мы с вами включали, сообщение об ошибках максимальное. Если у вас нет ошибок никаких, то надо вернуть это по умолчанию. И сохранить, закрыть. Здесь еще у меня есть снятие блокировки. Тоже можно снять. Это очень важный урок. Очень важный момент. Если вы тестируете и пробуете, мне очень интересно. На моем сайте fedorvasilv.com в комментариях к этой статье напишите свое мнение. Напишите, что у вас не получилось. Это тоже для меня будет опыт. Только подробно опишите, например, что вы все сделали, все рекомендации. Все равно возникла какая-то ошибка. Ваши какие-то замечания, ваши наблюдения приветствуются в комментариях на моем сайте fedorvasilv.com. Вот именно к этому уроку мне действительно будет интересно и полезно знать, как у вас все прошло, если вы решили свой сайт обновить. В моем случае здесь никаких проблем не возникло. Все здесь в порядке, все хорошо. На этом урок я заканчиваю. Продолжение следует...